Говорит Радио Свобода в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Римская рукопись князя Борятинского. Я беседую с историком Михаилом Талалаем, редактором только что выпущенных в московском издательстве «Индрик» воспоминаний из Курска в Рим. Михаил Григорьевич, фамилия Борятинский, славная и древняя. О ком из представителей этого рода вы будете рассказывать нам сегодня? Да, наш сегодняшний герой – князь Виктор Иванович Борятинский. Сразу обозначу хронологические рамки. Как сейчас говорят в исследовательских проектах, Нижняя – это 1823, год рождения – Верхняя, 1904, город Рим. И вот, занимаясь мемуарами Виктора Ивановича, я все время пребывал в такой некоторой почти растерянности, как исследователь. Такие вот замечательные, богатые мемуары, прекрасные тексты. И они вот до сей поры оставались неизвестными. Практически Виктор Иванович описал в своих записках весь русский XIX век. И мне сейчас этот XIX век кажется неисчерпаемым, почти как атом. Ну, кстати, извините за итальянизм. Все-таки я уже 30 лет в Италии. XIX век мне хочется называть по-итальянски «отто чемто». Так лучше. Русский «отто чемто», представитель «отто чемто». Я пытался уже внедрять этот термин, когда перевозил каталог итальянской живописи «отто чемто». И так вот перед нами «отто чемто». Это начиная с пушкинской эпохи, через великие реформы, кончая упадком империи. Ну, все и прекрасным языком, и с мельчайшими подробностями. Ну, просто удивительно. Поэтому для меня большая радость, что эти дневники опубликованы. И надеюсь, что такая прикровенная до сей поры фигура Виктора Ивановича приобретет, наконец, очертания, которые он заслуживает. Вы правы, Иван Никитич Борятинский. Да, известный род. Но так вот на слуху не так уж их много. И сам наш герой, он, в общем-то, не очень гордится. Он был человеком очень скромным. Это тоже меня очень впечатлило. Мог бы воспользоваться своими связями. То, что он Рюрикович, вхож был в Зимний дворец и прочее, прочее. Но, тем не менее, он жил такие скромные, но насыщенные жизнью. Но вот кого из Борятинских мы вспомним так вот первым планем? Пожалуй, немного, правда? Я могу назвать, скажем, Федора Сергеевича Борятинского. Это еще сетеченто. То есть, 18 век. Он друг Орловых. Это я про Федора Сергеевича рассказываю. Он охранял Петра Ильича в Ропше. И, возможно, убивал его вместе с Орловыми. За что был потом сыном Петра Павлом Первым. Отстранен от власти и прочее, прочее. Но можно вспомнить князя Александра Петровича, декабриста. Он тоже, так скажем, на вторых ролях. Пожалуй, самый знаменитый из Борятинских. И ему очень много уделяет внимание наш герой Виктор Иванович. Это его старший брат Александр Иванович. Вот о нем мы знаем действительно очень много. Потому что это действительно... Человек был необыкновенный. И в молодости произвел необычайное впечатление на женский пол в Петербурге. Вроде бы даже пленил царскую дочь, Марию Николаевну. Но потом блестящий офицер и покоритель Кавказа. Дослужился до генерал-фельдмаршала. Он наместник Кавказа. Он пленил Шамиля и привез его в Россию, в усадьбе Александра Ивановича, в нижней деревеньке. До сих пор есть башня Шамиля, где сидел знаменитый кавказский, но уже не пленник, а добровольно сдавшийся. Но, пожалуй, отец вот этих Александра и Виктора, было еще пять детей. Пожалуй, Иван Иванович Борятинский тоже достойный внимания человек. Он был и агроном, он был и педагог. И он был одним из самых богатых русских людей. У него, представьте, было 35 тысяч крепостных душ. Естественно, он устроил образцовую усадьбу, образцовое имение Марина. Ну, по сути дела, такой вот зимний дворец, почти царский дворец на Курской земле. И вот этой усадьбе Марина посвящены первые замечательные страницы нашего мемуариста. Они так и называются. Марина – это первые семь лет жизни. Меня, конечно, поражает, насколько он помнил какие-то самые мельчайшие эпизоды. Наш мемуарист говорит, что он помнит себя с трех лет. И описывает события, когда ему было там три, четыре, пять лет. В семь лет он уже переехал в Петербург. Я помню до сих пор фамилии некоторых музыкантов. К примеру, на контрабасе играл Мыльников, делавшийся впоследствии, когда представлялась надобность переплетчикам, поварам, хлебопекам и обойщикам. Пьяницей же был постоянно и умер в нищете и слепым. В Марине два раза в неделю давались концерты в Большой Ротонде. Меня иногда приводили, но я большей частью вскоре засыпал, и меня уводили или уносили. Одно только помню – играли какую-то знаменитую пьесу, и в этой пьесе музыка выражала какую-то охоту. Я слышал, как один из присутствующих в зале объяснял своему соседу, что охотник преследует оленя. Это меня приводило в волнение и даже страх, потому что я был убежден, что олень находится среди оркестра. Но что меня поражало больше всего – это пьеса под названием «Чертенок розового цвета». Чертенок при громе, сверкании молний и при бенгальском огне с дымом то выскакивал из отверстия в полу сцены, то исчезал в нем. Я был крайне испуган, веря в присутствие среди нас обитателей ада. Начальник конюшни или шталмейстер был некто Александр Звонких. Его квартира была во дворе одного из флигелей, и у него в комнатах была чистота неимоверная. Полы были так вычищены, что совестно было по ним ходить, и я помню, что говорили, что на них можно было бы обедать. С этим шталмейстером случилось печальное происшествие. У него сделалась горячка. В припадке Кои он выбежал однажды с топором в руках в большой двор против главного подъезда и бегал вокруг двора, грозя всех убить, кого встретят. Я видел из окна эту ужасающую сцену, но не помню, чем это кончилось. Между мелкими помещиками, приезжавшими к нам, остался в моей памяти некий приблуда, который гостил подолгу и был вроде шута. Его пугали, сдергивали с постели простыни, привязав к ним предварительно длинные тесемки, выливали ему на голову из кувшина, таким же образом привязанного под кроватью. Бедный приблудый выносил все с большим смирением. А однажды брат мой Владимир, ему тогда было 12 или 13 лет, надел белый саван и вошел поздно вечером в комнату гостившей у нас вдовы, помещицы Викторовой, которая была в постели и от страха чуть не померла. Владимир был строго наказан. Из детских воспоминаний Виктора Борятинского. Затем Виктор Иванович после Крымской войны, поражение в Крымской войне возвращается в Марьин и продолжает собирать там библиотеку, картинную и скульптурную галереи. Это, конечно, и меценат, и музыкант, и библиофил, и прочее, и прочее. И обширные, скажем так, страницы его мемуаров посвящены уже коллекциям Марьина. Коллекции были баснословные. Тут мне довелось уже после выхода нашей книги прочитать, что после национализации Марьина было вывезено 20 вагонов произведений искусств. И они пополнили Эрмитаж, Третьяковки, разошлись по музеям Советского Союза. Поэтому предметы, артефакты из собрания Виктора Ивановича сейчас, в общем, покрывают значительную часть постсоветского пространства. И он очень подробно, конечно, перечисляет. И ясно, что это не по памяти. У него были какие-то описи. И он всех художников. Там было, конечно, много итальянцев. И Бруни, отец и сын, которые жили в России. И Лампе, это 18 век, это Чента, и много-много другое. Он очень подробно перечисляет. И понятно, что просто у него была опись, которую он вставлял. Ну, с какими-то своими детскими воспоминаниями тоже. Какие у него были впечатления от той или иной работы. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа о книжной новинке. Из Курска в Рим. Воспоминания князя Борятинского. Мой собеседник и историк Михаил Талалай. Итак, в семилетнем возрасте он уезжает в Петербург. Формировался он в Петербурге. Это интереснейшие воспоминания и о Балах в Зимнем дворце, и о его родне. Это все люди самого высочайшего полета. И, пожалуй, для нас сейчас, в 21 веке, конечно, наиболее трогательные страницы, посвященные Пушкину. Ему вот около 10 лет. Пушкин погибает, когда мемуаристу 14 лет. Но он достаточно подробно описывает все тогда происходившее. Среди литераторов были Пушкин, Жуковский, Крылов и прочие. Трех упомянутых я часто встречал на улицах и живо еще помню, как однажды я зашел со своим гувернером в английский книжный магазин на углу Казанской площади и Невского проспекта и увидел там Пушкина, разговарившего с хозяином магазина. Его слава достигла тогда апогея, и он пользовался большой популярностью. Черты его лица были всем знакомы, и портреты его продавались во многих магазинах столицы. Крылова тоже можно было часто видеть на улицах, разъезжающего в санях или на высоких дрожках, в какой-то странной шапке меховой или шапке с широкими полями. Он был очень толст и отличался своим подбородком в несколько этажей. В течение этой зимы много говорили, и это доходило до меня, о том, что Дантес ухаживает за женой Пушкина, и ходили разные толки о свирепой ревности великого поэта. Вдруг, к удивлению всего общества, узнали, что Дантес просил руки девицы Гончаровой, родной сестры госпожи Пушкиной, и вслед за тем они скоро обвенчались. Казалось, что это должно было положить конец всяким подозрениям и ревности Пушкина, но африканская его кровь и пылки и страсти не успокоились, и он не мог скрывать даже после этого события свои ненависти к молодому кавалергарду. Однажды днем после полудня я находился на ледяных горах на даче графа Лаваль на островах, куда съезжалось в то время почти ежедневно все высшее петербургское общество, проводя время очень весело. Для меня осталось памятным, как подъехал в санях кавалергарский офицер, увидав которого многие подошли к нему и уговаривали его выйти из сани и принять участие в катании с гор при общем веселье. Но он не выходил из сани. Этим офицером был Дантес. Все заметили, что у него было выражение очень грустное и мрачное, что немало удивило людей, знающих его постоянно веселый и беззаботный характер. В том выражении проглядывала необъяснимая тоска. Пробыв там несколько минут, он уехал, сопровождаемый увещеваниями знакомых и насмешками за его угрюмый вид. На другой день после полудня распространился по всему Петербургу слуг, что Пушкин смертельно ранен в дуэли, произошедшей накануне между ним и Дантесом. Тогда мы поняли, что Дантес в предыдущий день заезжал на дачу Лаваля по пути к тому месту, где должен был его встретить противник. Загадка была разъяснена. Это было с его стороны окончательное прощание со всем петербургским обществом, среди которого он провел несколько счастливых лет и в коем он был очень любим. Вскоре узнали о смерти Пушкина. Дантес же был легко ранен. Роковая весть с неимоверную быстротой разнеслась всюду. Было заметно в столице большое волнение. На улицах только о том и говорили. Толпа стояла по целым часам около дома князя Волконского на Мойке, в котором жили Пушкины. Полиция пускала публику, и я, среди прочих, вошел с гувернером в комнату, где лежал бездыханный труп. Я подошел и долго смотрел на столь знакомые черты лица. Из воспоминаний Виктора Борятинского. Вообще, надо сказать, что симпатии Борятинских в этой дуэли были на стороне, как неудивительно, Дантеса. Они дружили с Дантесом, особенно старший брат Александр. Дантес даже сватался к сестре нашего мемориста. Ему отказали, потому что, ну как бы, к Рюриковичам пристает этот французик. Но, тем не менее, вот к нему относились симпатии. Сохранилось даже письмо старшего брата Александра Ивановича к Дантесу, который уже сидел после смерти Пушкина на гаупвахте. Письмо, в общем-то, проникнуто опять-таки симпатии к убийце Пушкина. И что происходит дальше? Наш герой учится в Петербургском университете, успешно увлекается филологией, изучает языки. Но его волнует море. Это вот, не знаю, как это получилось, потому что Петербург как-то с морем, несмотря на то, что это морской порт, не так уж сильно связан. Поэтому, собственно, наверное, он уезжает на Черное море. У них там тоже владение. И он даже строит за свой счет яхту. Одну из самых передовых. Яхта Ольве. Молодой морской офицер. Ему разрешают на собственной яхте плавать. Он плавает по Средиземному морю. И этот все тоже описывает. Доплывает до Англии. Блестящий знай английский, естественно, французский, на котором англичане меньше говорили, к его удивлению. Он посещает там самые знатные дома. И об этом есть целая глава в наших мемуарах. Но он еще и археолог. Будучи в Греции, он начинает раскопки под Афинским Акрополем. И находит там древнегреческий театр. Потом он уплывает, эти расходки продолжает Генрих Шлиман. На своей же яхте он приплывает к берегам Афона. Для меня, как исследователю Афона, это особенно интересно. Потому что в те годы, а это рубеж 1840-х, 50-х, таких вот очень эрудированных культурных посетителей Афона практически не было. Это одно из первых очень квалифицированных описаний русского Афона, которое осталось и в памяти тогдашних насельников. Но затем начинается война. И это, наверное, самое центральное событие в жизни нашего мемориста. И наиболее известное. То, что при жизни, вот это удивительно, при жизни он опубликовал всего лишь небольшой, маленький текст. Вышел это в Альмонахе «Крымский вестник» в 1888 году. И там даны некоторые эпизоды Крымской войны, о которой он, естественно, мог рассказать очень много. И рассказал. Потому что Виктор Иванович, морской офицер, он служил и у адмирала Лазарева, и у Корнилова, и у Нахимова. То есть он был при всех великих флотоводцах. Он участвовал, правда, в самых последних моментах Синопского боя, когда был сожжен турецкий флот. И, собственно, вот эта битва морская, она и стала детонатором Крымской войны. Он сделал зарисовки, потому что он был еще и таким художником самодеятельным. И эти зарисовки он подарил Айвазовскому. И Айвазовский написал две очень известные картины, которые сейчас находятся в Эрмитаже. Синопский бой. И вот встреча с Айвазовским, конечно, тоже подробно была описана. И падение Севастополя. Все эти страницы, в общем-то, стали достоянием русской общественности. И единственные, практически, его мемуары. Они вышли уже после его кончины. В 1905 году. В переводе с французского. Потому что это был для него почти родной язык. И он диктовал воспоминания своей сестре на французских. Перевели с французского на русский. Опубликовали в журнале «Русский архив». И там же, собственно, опубликовали и некролог. Тоже после смерти. И в этом некрологе анонимном. Написали так. Я прочитаю эту фразу, как будто обращенную ко мне. Впоследствии он, то есть наш Виктор Иванович, стал записывать свои воспоминания. И надо надеяться, что они будут изданы. Ну вот, прошло 120 лет, и они изданы. Ну, дальше продолжаю. Написаны они слогом «ясным и живым», «с сердечностью». Некоторые из них и подчас с тонким, а присущим ему юмором. Вот такой был посыл к нам, публикаторам уже 21 века. И сам Виктор Иванович, почему-то занявшись своими записками, не предпринимал никаких собственных усилий для их публикации. После падения Севастополя и поражения в Крымской войне, он уединился в семейной жизни. У него была прекрасная красавица-жена Мария Бутенева, дочь дипломата, который, кстати, тоже жил в Италии, при папских дворах. Он был российским посланником. И он обустраивал свое курское имение. После кончина брата Александра Ивановича, он стал его наследником. К нему перешла богатейшая библиотека, в первую очередь, которая сохранилась. Сейчас она в Москве находится, библиотека Александра Ивановича Борятинского. И он уезжает в Италию. Остаток жизни он проводит в Риме. И пишет свои воспоминания. Дети у него остались в Риме. И он пишет, пишет, пишет на русском, на французском. Это сотни и сотни страниц, которые остались в Риме. Остались неопубликованными. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа о книжной новинке «Из Курска в Рим. Воспоминания князя Борятинского». Мой собеседник и историк Михаил Талалай. Почему он не стремился к публикации? Ну, вот, мне кажется, это, опять-таки, и его скромность, и его аристократичность. То есть, он писал для себя, в первую очередь, чтобы подвести итоги своей жизни. Мне кажется, что он не хотел это публиковать, потому что кое-что там компроментировало. Ну, собственно, даже саму Россию, потому что в конце этих записок он приводит многие случаи, скажем, упадка империи. И даже некоторые тени на его знаменитого брата, кавказского наместника. О конце его жизни, я думаю, впервые рассказано так подробно. И этот конец совершенно неожиданный. Александр Иванович покорял женщин. И, будучи наместником на Кавказе, там ходила такая поговорка, что российским офицерам надо опасаться больше не горцев, а больше их начальника Александра Ивановича, который бы охотился за джонами. И действительно, он увез в Европу жену своего адъютанта. Это была скандальная история, которая завершила карьеру генерала-фельдмаршала, наместника Кавказа и покорителя Шамиля. Прелестная княжна Арбелиане, уже в замужестве за русским офицером, приглянулась, уже достаточно, он был в возрасте, Александру Ивановичу. Он увез ее за границу, и там произошла совершенно необыкновенная история. Его гражданская жена, но потом они обвенчались, был развод, вообще все достаточно скандалом было так обличено. Она стала революционеркой. Это, конечно, подкосило Александра Ивановича, который и умер там, в Женеве, в то время как его жена, грузинская княжна, печатала революционные прокламации о свержении царского режима. В последние месяцы жизни моего брата Александра Елизавета переехала с ним на зиму в Женеву. Там она более и более чуждалась людей, запиралась по целым дням в своей комнате и углублялась в чтение сочинений Оуэна и других социалистических книг. К большому огорчению Александра она так изменилась, что хотела привести в действие главные черты пропагандируемого в них учения. Она твердила, что все без исключения должны работать собственноручно для поддержания своего существования и для общего блага. С этой целью она устроила себе свидание с неким Элпидином, русским эмигрантом в Женеве, печатающим и издающим русские революционные журналы и газеты, и хотела наняться к нему в работнице, а именно в наборщице. Элпидин, узнав, с кем имеет дело и подозревая потерю равновесия в уме жены фельдмаршала, хотел сначала уклониться от знакомства с нею. Но при болезненно неуклонном с ее стороны настаивании быть принятой в работнице, мой брат, наконец, дабы ее успокоить и в избежание неприятных разглашений, подослал своего эмиссара к Элпидину и последний после долгих переговоров согласился, чтобы Елизавета работала у него в отдельной комнате. Она была весьма довольна тем, что достигла своей цели и принимала плату в полном убеждении, что сама зарабатывала себе средства к жизни. Ездила же к нему в лондо парой с лакеем. Через некоторое время спохватившись, что наборщицы в типографии работают все вместе, она осведомилась о причинах такого исключения относительно ее и требовала от Элпидина совместного с другими помещениями для работы. Он, не помню под каким предлогом, ей отказал, и она, побронивши его, покорилась. Брат мой говорил мне при последнем моем посещении в декабре 1878 года, что состояние его жены так его беспокоило и огорчало, что он чувствовал себя не в силах вынести подобного горя, и действительно вскоре после моего отъезда из Женевы он скончался, чего никак нельзя было представить, судя по его наружности. Из воспоминаний Виктора Борятинского. И, конечно, не зря анонимный автор микролога писал, что наш меморист обладал тонким юмором. Есть такие вот юмористические вставки, как бывший морской офицер стал епископом. У него есть такая симпатичная главка «Епископ на час». Епископ на час. Случай из поездки в Курск в 1882 году. Имея надобность повидаться с епископом Курским Михаилом по церковным делам, я телеграфировал ему, прося уведомить меня, может ли он меня принять на следующий день. Ответ был утвердительным. Ключарь его Преосвященства, услышав о моем прибытии, пригласил меня в приемную и, известив меня, что владыка живет на даче, попросил меня туда пожаловать, велел запрячь экипаж, а пока угостил меня прекрасным душистым чаем. От архиерейского дома тянется бесконечная широкая улица с рядами, лавками по обе стороны и домами зажиточных горожан. С самого начала моей езды я заметил, что люди выходили из лавок на улицу, снимали шапки и низко кланялись. Это продолжалось и далее, и я к крайнему изумлению и смущению убедился, что меня принимали за самого Преосвященного. Видно было, что благочестивые жители Курска хорошо знали экипаж уважаемого своего епископа и с благоговением ожидали его благословения. Их заблуждению способствовали наступившие уже сумерки. Тучные лошади везли меня тихо и даже какой-то торжественной поступью, как подобает лошадям такого высокого духовного лица. Приветствия и низкие поклоны продолжались безостановочно. И вдруг явилось у меня непреодолимое влечение воспользоваться своим созданным обстоятельствами положением и осенять православный народ своим благословением. Поклоны, мне казалось, после этого еще участились. Я уже так свыкся с своей ролью, что без всякого колебания утолял жажду пастырского благословения. Мне казалось, что в сущности в этом ничего предосудительного не было. Разве мы не можем благословлять в разных случаях своего ближнего или просить о неспослании на него благословения свыше? Кто может этим обидеться? Напротив, все, пользовавшиеся этим с моей стороны действием, казалось, были весьма довольны. Наконец я доехал до дачи, где жил в то время епископ Михаил. Он меня любезно принял и подчевал чаем, прекрасным и душистым. Из воспоминаний случай из поездки в Курск в 1882 году. Я, конечно, подозревал о существовании этих мемуаров, что они находятся в Италии, но не мог найти их следов. Выяснилась следующая картина. Дети Борятинского, которые остались в Италии, они обитальянились и, возможно, утратили интерес. Вдобавок к очень таким хаотичным, надо сказать, рукописям Виктора Ивановича. И в итоге они перешли к Волконским, с которым Борятинские дружили. Это уже 20-й век, это уже эмиграция и 30-40-е годы. Так что рукопись хранилась у Волконских. По сведениям, которые нигде не опубликованы, по устным сведениям, они пытались эту рукопись продать. Но как-то у них это все не получилось, и она пребывала у них в неком забвении. Пока о существовании этой рукописи не узнала моя коллега Ванда Гасперович. Вот с большим удовольствием и благодарностью назову имя Ванда Гасперович. Она сама полурусская, полуполька, но живет давно в Италии, занимается русским римом. И она отксерокопировала попавшиеся ей у потомков Волконских мемуары. Но Ванда Гасперович с ними тоже не справилась, потому что, повторю, это ворох запутанных бумаг. И, признаться, я тоже от них сначала отступился, когда Ванда передала мне их для публикации. Но затем произошла счастливая встреча моя с Валентиной Олейниковой, это имя очень важно для этой публикации. Это историк из Курска, живет частью в России, частью в Италии. И Валентина уже занималась с Борятинскими, уже занималась их имением Марьина, которая находится на Курской земле, уже писала, было в палаце Киджи, ее родственник Киджи, где жили Борятинские, уже собрала большой материал. Поэтому я подключил к этому проекту Валентину Олейникову. И наша книга вышла под двумя редакторскими именами. Валентина Олейникова, Михаил Талалай, издательство Индрик. Книга помечена 2024 годом. Мне хотелось бы закончить еще, это не совсем тайны, но я это особо не афишировал. Дело в том, что часть дневника Виктор Иванович писал по-французски. У нас не было никакого бюджета, никаких спонсоров. Мы пытались какие-то уж фразы, без которых не обойтись, перевести, и перевели их. Без них просто невозможно было. Но у него есть целые главы, написанные на французском языке, которые мы отложили. И надеемся, что рано или поздно мы найдем какую-то возможность перевести их на русский. И уже есть договоренность о втором дополненном издании, куда будут включены эти французские главы, и мы узнаем еще очень много интересного о русском оточанту. Римская рукопись князя Борятинского. Мы беседовали с историком Михаилом Талалаем, редактором только что выпущенных в московском издательстве Индрик воспоминаний из Курска в Рим. Римская рукопись Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова